Ой, 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 ой! Всё. Меженец. Улягла с мордой. Скажи, её всё устраивает. Мог. Мог. Она обиделась, да? Мог. Ещё Санс остался. Ещё остался Санс. Мог. Мог. Мотя. Мог. 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 Видишь, я вас все охважу, у меня нас с мамой на всех хватит, у меня одной нет. Как-то ты себя довольна, улыбается, да, ой, как я длиннющий язык, да, вот так, да. Ну, ладно, устроишься тогда поудобнее, устроишься тогда поудобнее. Ой. Они решили меня окружить. Нет, скажи, все-таки тут самое теплое местечко. Вот, Тессу спихну, сама на голову залезу, вот, я моя, она моя, она только моя, никому не отдам свою Анечку. Тесса, а ты не ревнуешь, нет, ты умная собака, да, ты уже умная собака, да. Ну, у Моти переходный возраст. А, у Моти переходный возраст, да, понятно. Мотя, у тебя переходный возраст, да? Да, скажи, что я могу поделать. Мотя. Скази, а я Узи умная. Тесса. Ушла и дверью хлопнула. А тут дозела. Ой, давай ты слизишь с меня. Ой. Миняк поставлю. Что тут Мотя уплетает с таким аппетитом? Не поверите, но квашеную капусту с морковкой. Приговорила миску. Квашеная капуста стоит уже, ну, наверное, неделю, как-то она у нас не пошла. Новогодние праздники пошли, и мы доедали новогодние салаты всякие разные. И как-то капуста застоялась. Была у меня мысль, наверное, сделаю рассольник, но в итоге плюнула на него. А сегодня девки в доме скачут, думаю, а поставлю им. Половину миски приговорила Деля, она была сама в доме, а Мотя гуляла на улице. Сейчас Мотя заскочила между ногами и, как видите, уже доедает тарелочку. Так, время от времени натуральную квашеную капусту, не та, которая на уксусе, да, натурального квашения, собаки очень даже любят. Они у меня и хлеб черный будут есть с удовольствием. Ну, вы же понимаете, не от голода, да? Потому что им хочется разнообразить свой стол, какие-то новые вкусы. Овощи вообще с удовольствием едят. Летом у нас кабачки, это первое дело. И помидоры. Сейчас осенью тыква прекрасно идет. Ну, вот даже и капуста квашеная. Так вот, с голодухи собаки капусту едят. О, доедает миску. Все, Моть, наелась капусты? Моть, наелась? Вкусно тебе, да? Вот так. К ужину у нас запеченная курица на солевой подушке. Я ее делаю, ну, более практично, чем рекомендуют в рецептах. Обычно, какая рекомендация? Курица на соль, да? И, ну, ты ее, в принципе, уже не солишь, не перчишь, ничего с ней не делаешь. Я делаю чуть по-другому. Я вырезаю спинку у курицы. Потому что, когда вот ты ее запекаешь на соли, эта спинка уже особо, конечно, непригодна к еде. Она очень много впитывает соли. Вот, и мы ее не едим. То есть, она пропадает. Я эту спинку вырезаю. И спинка у меня варится в бульонах обычно на первые блюда. Остальную же курицу вот так вот разворачиваю ножки. Вот, грудку по-разному. Вот, в этот раз я сделала такие продольные разрезы. Зафаршировала ее пряностями. Здесь всякая разная. Паприка, перец, разные виды. Базилик, чеснок. Чеснок и базилик я уже смазываю курицу минут за десять до готовности. Вместе с маслечком. Черный перец, соль. Это, конечно, натирается сразу. И паприкой тоже сразу натираю курочку. Вот. Я ее еще поливала отопленым маслечком, белым вином. Ну, это все как нравится. Кому как нравится. Иногда можно не делать никаких разрезов. Просто запечь курицу. У меня вот как на руку ляжет. В этот раз легло вот так. Я сделала продольные разрезы. Замариновала солью, перцем, паприкой. Белым вином тоже хорошенько втерла. На соль ее вот так вот поклала. И под фольгу. Где-то через час фольгу снимаю. Смазываю топленым маслом. И еще 20 минут она в духовке. За 10 минут до окончания жарки. То есть всего полтора часа такая курица. Ну, не маленькая, это большая курица в духовке. За 10 минут чеснок с базиликом и тоже немножечко масла я добавляю. Для того, чтобы хорошо, удобно растиралась. И вот таким образом вот у нас курочка. Через полтора часа большая курица готова. Вместе со спиной она, наверное, до 3 килограмм завешивала. Ну, я думаю, она будет готова. Без фольги где-то полчаса она запекается. Чтобы корочка вот была такого цвета. Можно не разрезать. Тогда корочка будет цельная. Но так как у меня Анюта корочку не любит, например. Мне смотреть на этот ужас прям больно, когда она ее выбрасывает. Ну, то раз такое дело, тогда можно сделать вот такую вот слегка как бы фаршированную пряностями. Мясо будет более сочное, более с богатым вкусом. Ну и плюс бульон. У нас будет бульон на супчик. Супчик, наверное, с зеленым горошком. Даже не знаю, вот в этот раз предложила. Говорю, а не знаю, с чем будем суп. Может с грибочками, может с горошком. Говорит, мам, давай с горошком. Ну, давай, так давай. Вот, так что такая у нас курочка на ужин. Ну, не только на ужин, конечно. Вот. И суп уже будет на завтра. Вот. Собаки все дружно, конечно, здесь уже дежурят. Но это им не достанется. Дели досталась жопка со всей этой истории. Потому что жопку я тоже отрезаю. Вот. Шаня ее жареную не будет. Мне вредно. А собакам жареная тоже не нужна. А вот сырая очень даже пойдет на ура. Так что, как всегда, налог на собак. Вот так. Приятного нам аппетита. Из куриной спинки варится бульон. Будет супик нам с анюткой. Ну, а курица запекается. Ну, вот Тесса зашла с улицы. И с удовольствием доедает остатки. Которые уже Деля не осилила и Мотя не доела. Тесса ставит точку в этой истории. Вот. Она все выбирает. И морковочку выбирает. Уже вылизывает миску. То есть, это все-таки не индивидуальные вкусовые предпочтения. А все у меня практически собаки. Я думаю, другим предложить тоже не откажутся. Иногда полакомиться квашеной капустой. Вот так. Не приспособлено.